Беларусь-2 Метах этих мероприемств – демонстрация макшимости у региона и активизация международного супрационництва. Зудельниками выставы Сустрелся Олег Синцерову. Сустречи и новые перспективы супрационництва директор компании «Мир Италии» Амир Хаджикасанович каже, что на белорусском рынке уже в пять годов, а ли после Миланского форума «Экспо-2015» деловые совести активизовались. Причины видовочные. У Беларуси веньми профессиональные специалисты. Ваши эксперты, ваши технологии, ваши инженеры – это серьезно. Образование очень высокое. Значит, потенциал большой. Самое главное сейчас использовать такими именно собраниями или выставками, чтобы они чаще посещали, приглашали, чтобы мы друг с другом общались. Бизнес-дни у рамках выставы «Кермашо» организаторы выросли провести у першиню. Сироту денег у шмат партнеров, за какими уже истинуются деловые совести, а ли сегодня размова головным членам об новых накерунках супрационництва. Россия, Германия, Китай, Хорватия, Вьетнам, Бразилия. У денегами бизнеса «Диону Гомеля» стали простонники 11-ти краин света. Причем темы для обмиркования выбирались озониками актуальности для Гомельской области. Системы транспортно-логистичных коммуникаций, новые технологии у агропромысловом комплексе, инновации у промысловом и громадянском будовнице. Голодальник компании «Шолглас» за Германию Юнтер Вайдеман робить справоздачу применение шкла у сучасном будовнице. Кажет, что это не только пригоджа, а и экономично выгодно. У стекла есть замечательные возможности его переработать и сделать его более высококачественным продуктом с более высокой добавленной стоимостью. То, что мы сейчас видим, в Беларуси достаточно небольшие стекла в оконных проемах с небольшой площадью. Дело в том, что, применяя энергоэффективные стеклопакеты, можно добиться значительного энергосбережения. Представники Российской ассоциации армии и бизнеса в Беларуси в Пешеню, все роды сферы интересов, туризм и оказания допомоги былым военнослужащим. Подчас визиту в Московскую область делегации Беларусской гондово-промысловой палаты и шла размова о помахчимости применения российского опыта у нашей краины. Теперь на дешевый час обмерковать шахи сопротивления больше докладно. Наш опыт, наверное, можно было бы тиражировать и в Беларуси. Потому что такая комплексная задача одновременно создания рабочих мест, одновременно подъем малого и среднего бизнеса, одновременно применение разных научных разработок в этом плане. Непосредная восстава бизнеса у регионов протягнется до 26-го костричника. У планных удельников бизнес дён наведывание предприемцев свободной экономичной зоны Гумель-Ратон и некоторых объектов Будокошелевского района. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадокомпания Гумель. Ерский район рыхтуется до проведения областного фестивалю Кермашо до Жинки-2015. Плануется, что урочистости по ушановыванию хлебороба у региона пройдут с 13-го листопада. До этой даты необходимо подрыхтовать до свята районные центры и все сельские советы. Уже сейчас районный центр практически полностью готовый до проведения свята працевников в вёске. Адрамантованные будинки, фасады, объекта угандлю и харчавання, дороги. Гастей чакает за всем Новый Ельск, Одноулины и еще больше Тульны. По кольне завершенным застается только доброупорядкование двух улиц – Рабочий и Гагарина. На этом участке сконцентрованы все силы, как бы, как могла, хочу завершить будовничные работы. Для района это значит, что мы больше благоустроим свой город, а вы же сами знаете, если благоустройство сделано нормально, то и, соответственно, настроение у людей совсем другое. И совсем другой тогда труд и отношение к труду. И, конечно, если хорошо трудиться, то, конечно, хорошие показатели. Свою кладу носят и жахары районного центра, то есть и допомагая убирать территорию своих предприемств и организаций. Нехто працуе на территории Калядома. От працы кожных залежить, якой перед гостями поустане столица свята хлеборобаў. Я очень рада всем изменениям в городе. Город благоустраивается, дома становятся ярче, улицы. Приятно идти по улице, чистой, красивой. И хотелось бы, чтобы это все сохранилось в будущем и город процветал. Головные падеи областных дожынок 2015 будут проходить у Ельским городским доме культуры и на пляцу Цыпобач. Зараз супрацовники установы завершают работу над сценарием святочной программы. А кроме ушанования передовиков и концерта, ладзятся город Майстру, сельско-господарчая подворки, выстава техники и шмат иншага. Мы сегодня готовы показать труженикам села нашей области свои лучшие коллективы, свои лучшие подворья, своих лучших участников самодеятельности. Я думаю, что труженики села нашей области будут рады тому, что покажут работник культуры нашего района им и уедут с Ельска с хорошим настроением. Работы по доброму парадкованию города начались с ранней весны. Их выник видовочный. Ельск не только станет доброй пляцовкой для проведения областных дожынок 2015, а лей будет долгие годы радовать своих же хоров. Академия Министерства внутренних справ Республики Беларусь селета признана лауратом премии у Рада за досягнение у Галинеякости. Курсантов для милицейской «Альма-Матер» рыхтуют ясче со школьных годов. У Тымлику и у Гомеле, где такой кузне, з'является городское кадетское училище. Здравия желаю, товарищ генерал-майор! С будущим Гомельской милиции сустрелся начальник Академии Министерства внутренних справ генерал-майор милиции Владимир Бачила. Керавник ВНУ разповел про особливости уступной кампании и новых дисциплинах. Одна из распроцовок Академии – новая программа, по которой курсантов навучают элементам опознания. Методики ВНУ выкористовывают и при отборе кандидатов на керуючие посады в управлении внутренних справ Гомельской области. Мы ищем ребят, у которых есть очень сильная мотивация на службу в органы внутренних дел и помогаем им найти свою судьбу и связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с органами внутренних дел. Миноветы с этой метой у средних школах створаются профильные классы. У свой час Академия была одним из инициаторов открытия в Беларуси кадетских училищов. У них курсанты знакомятся с будущей профессией и их выбор становится больше свядомым. С профориентацийной Гутеркой генерал-майор так само наведал лицей МНС и сустрелся с супрацовниками Центрального отдела внутренних справ. 19-ю годовину с дня створения значила служба наркоконтролю. При этом на урочистом посаджении больше уваги надали проблемным пытанием, чем веншаванием и подарункам. Але же поспехи службы видовочные. С початку этого года супрацовниками Гомельского управления перекрыты три каналы поступления наркотиков на территорию Беларуси. Ликвидованы две лаборатории по вытворчасти психотропных речевов. Узбуджены две криминальные справы с прикметами организованной злочинной группы. Вогули с початку года было выявлено коля 850 фактов незаконного обороту наркотичных стротков. Узбуджено коля 300 криминальных справ по фактах их сбыту. На особливой увазе застаётся гандаль курильными сумесями. Приклад эффективной працы, ликвидация оптового складу спайса у Гомелі, затриманной драгдилера у Светлогорску, закрыть о широком интернет-магазинах по продаже психоактивных речев. По-прежнему серьёзной проблемой для нас остаётся распространение курильных смесей типа спайс. Работа в этом направлении ведётся нами постоянно. Изменился наркоринок, но мы тоже не стоим на месте. Достаточно сказать, что за указанный период времени текущего года нами выявлено и ликвидировано 7 интернет-магазинов, которые занимались распространением таковых веществ на территории города Гомелі и области. Протягиваем выпуск. «Палитра гукаў у вершах». Свой новый сборник поэзи презентовала молодый гомельский литератор Алла Бялькова. Выдание представили у Центральной городской библиотецы Мягерцина. Книга под назвой «Палитра гукаў» адрасавана самым маленьким читачам. У её вайшли больше, как 60 створаў на русской и беларуской мовах. Осияны иллюстрованы сыном поэтки Михаилам. Презентацию семейного проекта наведали вядомые гомельские письменники, удельники школы Студы, молодый литератор. Пакуль ў Аллы Бяльковой ўсяго две выдадзіные книги. Однако у Скарбонцы ёе досягнення ўжо ёсть ўзнагорода международного конкурсу «Лепшая книга года» ў Берлине ў номинации «Заяркий дэбют». Рукопис третьей книги готова. Это проза «Сказки для детей». Будет эта книга иллюстрирована тоже рисунками моего сына, потому что сказки написаны по мотивам его рисунков. Першы прозаишны сборнік молодога литератора убачы цвет ў пачатку наступнага года. У Гомелі падвіли вынікі конкурсу патрыотычны фатаграфі «Яга на Руся, што я з Беларусі». Яга опера-можцамі стали адразу 22 ўдзельнікі. Організаторамі конкурсу патрыотычны фатаграфі выступіли Головны управлэні ідеологічныі работы, культуры і па справах молодзі, Гомельскага аблывы канкама, Абласны комітэт грамадскага объяднанні БРСМ і Палац культуры Беліцкі. Конкурсанты отправлялі свае фото на спеціяльна створанне ў соціяльных сетках групы. У дзелу патрыотычныі акцы прымалі грамадзяні Беларусі, ў тымліку і тэ, які пражываюць на тарыторіі іншых країн. Конкурс не прадуглэджваў ў зроставых абмежаванніў. Головны крытыры фотоакцы з дымок павінін бы утрымліваць іліменты атрыбуты кі беларускай культуры, адлюструваць національны коларыт і осабліваці нашай країны. Лозунг конкурсу «Яга на Русі, што я з Беларусі» заклікаў прайвіць прас фото з дымок шчыре пачуці любові і павагі до сваёй родной зямлі. В пабедзіцлях ёсць участнікі, катороў пабедзіли і з ріпортажной сьёмкай, і з домашній сьёмкай, і з пастановочной сьёмкай. То ессі люди, скажем так, влажывалі частицу сібя в сваі фотоснімкі. І мы па достоінства, я думаю, цінили этот вклад, этот пазыв душы, што бы каждый чалавек, каторый хател што-то нам даністи, мог достоінством сказаць «Яга на Русі, што я з Беларусі». І гэта была пошня інформація нашага ранішніга випуску. У студы працывала Наталі Ігнатєнка. Добрых вам новінов, удалага дня, і да новых сустрэчу ефіре.